Уважаемые депутаты, по федеральному закону основу общественного контроля Российской Федерации установлены основные принципы, формы и порядок общественного осуществления общественного контроля, права и порядок участников его осуществления в гражданах Российской Федерации, а также общественных объединений и иных государственных декабридических организаций. Видим же закон о субъеке Российской Федерации, ненадежными полномочиями по правовому регулированию порядка организации и осуществления общественного контроля, который предлагается реализовать и ставить на ваше рассмотрение закон правительства. Закон правительства задержан 16 статей, из которых 1 и 2 – это общее положение по предмету регулирования и использования в законах правительства, а не вверх, 16-я статья – порядок и срок исполнения закона в силу. Нормы законов правительства 3 и по 15-ю статью, собственно, регулируем в пределах полномочия субъекта Российской Федерации отдельный вопрос о организации расчистления общественного контроля в Рязанской области. Так, кстати, 3-й законопроект в соответствии с федеральным законодательством определяется объект общественного контроля, как они являются деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Рязанской области, государственных муниципальных организаций, а также иных органов и организаций, расчисляющих в соответствии с федеральным законодательством отдельные государственные полномочия Уничтожение. В статье 4, 6, 7, 8, 9 и 10 объединены субъекты общественного контроля на территории Рязанской области. Это, прежде всего, общественные палаты, общественная палата Российской Федерации, общественная палата Рязанской области и общественная палата муниципальных автозаврований. Это общественные советы при федеральных органах исполнительной власти и исполнительных органах государственной власти Рязанской области и общественная комитетная комиссия Рязанской области. По существу все указанные субъекты общественного контроля уже действуют либо в силу законов, либо в силу специальных положений, и данная норма дешевле определяет в сложительстве порядка формирования таких субъектов общественного контроля, как общественные советы. Предлагается в данной норме определить в общественном совете его статус как консультативно-завещательных органов, не только при органах исполнительных властных, но и при органах законодательных властных, реализации областной думе. Определить порядок движения кандидатов в состав общественного совета, наделившись этими полномочиями, общественные объединения и иными государственными коммерческими организациями, и установить ограничения для них категоридизма на право уходить в состав общественного совета, но для таких, как замещающие государственные должности Российской Федерации в области и местного самоуправления, или имеющие ограничения в силу законодательства в общественной палате Российской Федерации, в общественной палате и здравоохранения. В соответствии с федеральным законом ст. 10 предлагается право создания таких организационных структур, предусмотренных в федеральном законодательстве, как общественные инспекции и группы общественного контроля, наделить общественные палаты и здравоохранения, при этом право предоставить формировать такие общественные структуры из состава как общественных палатов, так и в предложении граждан на войти в состав этих органов. Предлагается также предусмотреть ограничения для них аналогичных ограничений для членов общественных советов. В соответствии с ст. 22 Федерального закона ст. 11 законista проекта предлагается определить порядок проведения общественной экспертизы, в том числе сроки рассмотрения администратором общественной экспертизы и линизатора о ее проведении, сроки требований к размещению соответствующей информации, в случае принять вращение о ее проведении, требования к общественнымертам и документам, которые они предоставляют для участия в составе общественных экспертов. Предлагается также определить отрегулирование к итоговому документу заключения общественных экспертизов в порядке сроков и его направлением, в организацию деятельность которых явился предмет в общественном контроле. Аналогичный порядок предлагается определить статьях 12 и 14 для таких форм общественного контроля как общественное обсуждение и публичное служение. Хотелось бы отметить, что все выжившие три численные порядки будут применяться только тогда, когда виной порядок будет установлен в федеральном законодательстве. В соответствии с статьей 10 и ратентакционом статьи 11, предложенного на рассмотрение законопроекта, предлагается определить в случае, в которых субъект общественного контроля правил освещать органы государственной власти, местным самоуправлениям, муниципальные государственные организации и иные органы и организации, выполняющие отдельную публичную помощь. В качестве договора предлагается определить поступление в субъект общественного контроля в случае ответственности или предметом общественного контроля обязаны учитывать предложение, рекомендации и выпуска ближайшихся к другому документам, подготовленных по результатам общественного контроля, в том числе при отсутствии деятельности и государственных органов, как и не власти. В случае, при наступлении которых возникает такая дальность, это должны быть ответственные законы субъектов. В связи с этим статьей 15 законопроекта предлагается учитывать предложение, рекомендации и выпуска ближайшихся к другому документам, подготовленных по результатам общественного контроля в случае, если в течение входа такие итоговые документы направят к одному и тому же объекту общественного контроля, два объекта общественного контроля, а в случае установленных правовым актом губернатора Александра Слова с учитывать такие рекомендации и заключения и выводы при отсутствии деятельности государственных организаций Рисанского области. Такое основное положение законопроекта, которое было размещено также в правительстве Рисанского области для осуществления общественного контроля в форме независимых судов Рисанского области, в соответствии с законом Рисанского области о антифункционной экспертизе проекта формативных правовых фактов, замечательные экспертизные заключения не вступило. Я хотела бы отметить, что в обсуждении концепции законопроекта приняли участие членов общественной палаты Рисанского области Российской Федерации, уполномоченные по правам человека и ведущего в защите права предпринимателей, представителей общественных объединений и предложений, ряд предложений которых и замечаний были учтены при разработке законопроекта. Было также учено законодательство в субъектах Российской Федерации, принявших аналогичные законы. Учтены замечания и предложения прокуратуры Рисанской области, членов комиссии по законопроектной деятельности при губернатной Рисанской области высказаны при отсуждении законопроекта. Прошу поддержать данный законопроект для принятия его первого чтения. Понимаю, что он имеет большое общественное значение, и, наверное, безобразно усилить его более широко на площадке Рисанской областной думы представителями общественных. Рисанской области Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...